Со Станиславом Гребенщиковым связывают и еще один скандал вокруг Омской тепловой компании. Еще совсем недавно предприятие было на грани банкротства, как Омская тепловая компания, по сути, единственный муниципальный актив, дошла до такого состояния. Кому было выгодно разваливать тепловой комплекс Омска и какую роль в этом мог сыграть теперь уже экс-зампред областного правительства? Слово Павлу Ремневу. В поселке Ростовка редко кто платит за квартиру меньше существенной доли зарплаты или половины пенсии. Тамара Корсун с мужем на новую стиральную машину копили больше года. Чтобы вовремя погасить коммунальные платежи, приходится ограничивать себя во всем. На еде тоже приходится, не будешь покупать каждый раз мясо, что-нибудь так. Здесь никого не удивишь долгом за коммунальные услуги в десятки тысяч рублей. Если не секрет, сколько зарплата? Где-то 20-22 тысячи. Ну вот я работаю на птицефабрике у нас туда. И получается за все коммунальные отдаешь? Ну почти больше ползапаса 70-75. То есть прожиточный минимум даже не выходит. Осенью 2015 года в некоторых поселках Омского района даже отключали тепло. У людей накопились гигантские долги. Без отопления остались жилые дома, отменили занятия в школах и детских садах. Задолженность продолжает накапливаться и сейчас. В администрации Омского района говорят, если в 2016 году она составляла 27 миллионов рублей, то к 2017 выросла до 40 миллионов. А долги у людей появились из-за резкого роста тарифов. С сентября 2014 года в поселках Омского района резко выросла плата за тепло. Все дело в продаже двух котельных частной ферме в поселке Ключи и здесь, в поселке Ростовка. Самые современные, самые надежные и самые прибыльные. Они давали около половины дохода тогдашней тепловой компании Омского района. И как только их не стало, тарифы взлетели вверх. Сейчас стоимость гигакалорий для потребителей Омского района составляет 2900 рублей. Чиновники посчитали, если бы эти котельные были переданы муниципалитету, то тариф на тепло был бы значительно ниже. Около 2000 рублей за гигакалорию. Но теплоисточники достались омской строительной фирме «Русвентпром», генеральным директором которой работает депутат законодательного собрания и активист ОНФ, борец за справедливые тарифы на жилищно-коммунальные услуги Вячеслав Васильев. Скажите, пожалуйста, «Русвентпром» ожидал, что будут такие последствия от его покупки котельных? Или какая разница, не мы тут другие выкупили? Я думаю, что к данному вопросу это полномочия и на отношения не имеет, чтобы сейчас обсуждать. Чиновники администрации Омского района на аукционе торговались до последней копейки. Но денег не хватило. На обе котельные выделили всего 25 миллионов рублей. В правительство обращались, в Министерство строительства жилищно-коммунального комплекса, они контролируют все-таки такие ситуации? Безусловно, обращались, но на публичное проведение торгов ни правительство, ни Министерство строительства повлиять не могут. То есть мы работаем и вправе применять решения в рамках действующего законодательства. Ну это же может быть еще и какое-то дополнительное финансирование на то, чтобы вы поучаствовали в конкурсе. Не самим им заявляться? Ну дело в том, что конкурс объявился, аукцион был объявлен достаточно быстро и мы о нем узнали. И поэтому процедура выделения субсидий через правительство Омской области это достаточно длительный процесс, это не один месяц. Были несколько встреч с министром жилищно-коммунального хозяйства и строительства господином Гребенщиковым, где все нас уверили, что ситуация под контролем, все в курсе и все будет хорошо. Но ситуация с каждым днем все усугублялась. Сейчас можно только догадываться, чем руководствовался тогдашний министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Станислав Гребенщиков, оставляя Омский район без финансовой помощи. В результате котельные оказались в аренде у муниципальной тепловой компании Омска, а ей ранее руководил все тот же Станислав Гребенщиков. Сейчас его подозревают в превышении должностных полномочий и он недоступен для комментариев. А за котельные, которые обслуживают половину Омского района, теперь платят омичи, ведь в тариф на тепло заложена арендная плата. Кстати, с мая 2015 года ее подняли с 10 до 17 миллионов рублей. В этом же году и сама Омская тепловая компания оказалась в предбанкротном состоянии. И необоснованно завышенная арендная плата за две котельные в Омском районе – лишь пункт в огромном списке претензий РЭК и прокуратуры к руководству муниципального предприятия. По данным региональной энергетической комиссии, за 9 месяцев 2016 года тепловая компания выполнила инвестиционную программу лишь на одну шестую. Прокуратура установила, что руководство муниципального предприятия не подает иски в суд с требованием взыскать дебиторскую задолженность. При этом, по данным на начало 2016 года, само предприятие должно кредиторам более полумиллиарда рублей. Экономически необоснованных расходов в результате неверных управленческих решений в 2013 году проверяющие насчитали 170 миллионов рублей. Их, кстати, исключили из тарифа на 2015. В РЭК считают, что именно в 2015-м компания ушла в крутое финансовое пике. Сокращение тарифа повлекло за собой требования банков по досрочному возврату кредитов. После изъятия и снижения тарифа в результате действия РЭК был изъят кредит Сбербанком порядка 300 миллионов рублей. И он был изъят у предприятия, потому что у Сбербанка… Досрочно, да? Да, досрочно. Ну, как бы, условия предоставления кредита не соблюлись. И вот уже это усугубило нашу критическую ситуацию на предприятии. То есть предприятие было в 2015 году и из оборота изъято полмиллиарда. Возможно ли, что городское предприятие намеренно подводили под банкротство, чтобы перевести муниципальный актив в частную собственность? И может ли быть совпадением, что именно Станислав Гребенщиков, человек, имевший большое влияние как на саму тепловую компанию, так и на региональный жилищно-коммунальный комплекс, лоббировал присоединение тепловой компании к акционерному обществу Омск РТС? Мэр Омска отказался комментировать ситуацию, но ранее он резко возражал против такого слияния. В ответе на письмо Станислава Гребенщикова он предупреждает. В результате мэрия может вообще потерять контроль над муниципальным имуществом. Как уже произошло ранее с Омск-Водоканалом и Горгазом, и едва не случилось с Омск-Электро. Впрочем, в четверг стало известно, что тепловая компания в полном объеме выполнила согласованный с Газпром Межрегионгаз Омск график платежей за апрель. И еще одно совпадение. Это произошло только после того, как на Станислава Гребенщикова было заведено уголовное дело, а самого его уволили из правительства Омской области.